Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Можно ли обрабатывать наши культуры овощные во время цветения? Мне сейчас много вопросов приходит. Как так? Томаты цветут почти постоянно, но на всех средствах борьбы с вредителями написано, что не обрабатывать во время цветения. Многие, прочитав вот этот запрет, что нельзя обрабатывать во время цветения, думают, что это вредно для растений. Но если вы посмотрите внимательно на обратной стороне пачки в инструкциях, всегда написано «Вреден для пчел и рыб» или «Безопасен для пчел и рыб». Вот эта надпись «Вреден для пчел и рыб» и является причиной запрета обработки во время цветения. Этот препарат вреден не для наших томатов и не для других растений, а именно для пчел, потому что обработанные вот эти вот растения, цветки, пчела придет собирать нектар и, возможно, массовая травля пчел. Но это в том случае, если действительно посадки большие, обработка массовая. Ну вот у нас томаты цветут постоянно. Да, они начинают как с самой весны и до самой осени у них все цветут, цветут, цветут эти кисти. Если бы это было вредно для растения, то мы не смогли бы за весь сезон томат обработать ни разу, потому что, согласитесь, его не бывает без цветков. Вот нижняя кисть отцвела, начинает свисти верхняя кисть и так до конца, до конца. Еще раз вам говорю, что этот запрет в экологических целях для безопасности пчел. Но я вот в своей теплице, именно в томатной, ни разу не наблюдала сюда такого массового нашествия пчел. Мне кажется, томаты вообще пчел не интересуют. Они вокруг огурцов вьются. В основном этот запрет действует, ну как, предназначен для таких многоцветковых растений. Яблони, вишни, груши. Вы, наверное, наблюдали, что когда цветет яблоня, там пчел, видимо-невидимо, даже страшно подходить, они роятся. Вот именно в этот период, если вы обработаете яблоню, все эти пчелы, которые к вам прилетели за нектаром, они все могут умереть. Поэтому при обработке яблонь всегда написано в фазе розового бутона, когда еще пчел нет, и потом в фазе молодой завязи, когда уже цветков нет. Надеюсь, вы поняли принцип, почему вот этот запрет на цветущие растения. Томаты я обрабатываю в любой фазе, потому что они всегда цветут. Вот сейчас я показывала, как я обрабатывала против фитофторы хомом, видите, немного с голубоватым оттенком стали листики. Это значит, что томаты обработаны, и они, как я немного спокойна за них, что у них повышается сопротивляемость всяким грибковым заболеваниям. Хотя у нас сейчас жара 30 градусов, но возможно сейчас начнутся дожди, будет сырость, и фитофтора нас уже где-то там впереди караулит. Поэтому на вопрос, можно ли обрабатывать томаты цветущие, я вам отвечу, да, я всегда обрабатываю, потому что пчел на них нет, никаких пчелок мы не убиваем во время обработки, это во-первых. А во-вторых, для растений это абсолютно безопасно, это запрет только для экологической сохранности всех вот этих подвидов насекомых, чтобы мы не нанесли своими обработками массовыми ущерб нашей природе. До свидания! Если кого-то интересуют какие-то вопросы, задавайте, и я буду стараться отвечать вот такими маленькими видеосюжетами, потому что сидеть печатать мне сейчас совершенно некогда, у нас жара за 30, я весь день сижу в огороде и поливаю, только успеваю переставлять эту поливалку с одного места на другое, потому что все засыхает. Если кому-то не отвечаю на вопросы в личную почту, извините, совершенно некогда. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники, все видеоролики я туда размещаю. Иногда бывает утром стою рано или вечером успеваю написать кое-какие заметки. Набирайте в Одноклассниках Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Так что вот эта тема, можно ли обрабатывать цветущие томаты, я думаю, вам ясна принцип действия вот этих вот запретов. Томаты цветущие мы обрабатываем, потому что они цветут весь сезон. До свидания, желаю вам всем хороших урожаев.